ГОСТЬ В СТУДИИ Я думаю, мы послушаем песню «Прощай», она не так давно была сделана, я думаю, с нее мы и начнем. Друзья, слушаем. 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 Скажем так Ни с чего Потому что Было много свободного времени Его нужно было занять Я пришел к Вячеславу Викторовичу Лапашову В САФТИ Попросил у него Возможность создания Студии на базе САФТИ Нам выделили 13 школу бывшую Где сейчас спортзал Раньше там был актовый зал И мы стали заниматься Уже 5 лет практически А успехов Ну скажем так Поскольку мы не профессиональная студия Которая Которая есть у нас в городе Уже скажем так Не студия, а коллективы Сложившиеся, которые занимаются там много лет Скажем так Мы любители И поэтому Дети, студенты Даже взрослые Они приходят Задиматься туда На любительской основе Я предупреждаю Что я не профессиональный педагог То есть Я могу им только что-то подсказывать Что-то где-то Вот Помогать чем-то И Собственно Поскольку Скажем так Некая текучка есть Потому что есть Школьники Которые Достигая 11 класса Уезжают Учиться Там есть Скажем так Какие-то там Взрослые Студенты Ну В силу разных причин Они покидают нас Вот Они имеют успехи Различные Спасибо, Станислав Мы ненадлго прервемся Потому что у нас в студии Первый звонок Здравствуйте Мы вас слушаем Здравствуйте Алло Да-да Мы вас слушаем Михаила Можно слышать Извините Вы судя по всему Не туда попали Дорогие друзья Мы продолжаем Станислав Вот Ты сказал Что Студия Она возникла Не из чего Люди просто приходят Можно сказать Что это Такой кружок по интересам Люди собираются Заниматься вместе тем Что им нравится Да В принципе Можно и так сказать Потому что Прежде всего Объединяет интерес Это Вокал Желание петь Скажем так Желание петь Не в душе Да Там в ванной А уже Выходить Скажем так Даже на площадки Городские Что в последние годы Ну на самом деле Участилась Возможность такая Участилась Значит Скажем Приглашают Уступать Везде И дворец Молодежи Молодежный центр Тем более Мы со многими Активно взаимодействуем То есть Ну почему бы нет А ты как художественный Руководитель Вот этой студии Ты проводишь Какую-то Может быть Педагогическую работу То есть Объясняешь людям Некоторые азы Ну скажем так Поскольку Я сам Занимаюсь По моим взглядам Профессионального Педагога Нашего города Я Не то чтобы Перенимаю А Слушаю О чем Мне говорят И Скажем За 5 лет Я уже научился Как-то слышать Скажем так Своих Скажем так Люди Которые Могут Могут совершать ошибки То есть Извини Назвать Молодежные студии Ну нельзя Ну уже нельзя Да Уже нельзя Потому что Изначально Да Это Было Объединение Студентов 13 человек Чисто студентов Никого больше То есть Ну это начало Сейчас это Немножко все по-другому Школьники Студенты И Ну уже взрослые люди А как люди попадают В новое время На самом деле Попасть Очень просто Скажем так Если у тебя есть Какие-то Ну даже Не столько Данные А Если у тебя есть Желание То приходи Мы тебя послушаем Если я со своей стороны Понимаю Что я могу Что-то сделать Чем-то помочь человеку То да Мы будем работать Почему нет Но если я вижу Что там Работа коррекционная Там серьезная Причем Естественно Я такого человека Взять не могу Потому что Это ответственность Это Совершенно другая работа Вот И Я не имею права Работать с такими Ребятами Скажем так Понятно Вот Сразу На волне Последнего вопроса О том Что человек может Что он не может Что ему необходимо У меня Такая просьба Личного характера Вот Ты не мог бы Как Ну Профессиональный Бакарейст По большому счету Разве Или наоборот Подтвердить Такое широко известное Суждение О том Что вот Музыкальный слух Он дан от природы И в строго Определенном объеме Если он есть Замечательно Иди выступай Учись Пой Играй Если нет Ну Ничего с этим не поделать Видимо все Нет Ну на самом деле Слух Вещь очень такая Особенная Да У меня есть Вот пример приведу У меня есть Мой лучший друг Спортсмен Городской Он Закончил музыкальную школу Играет На баяне Имеет такую возможность Да У него есть слух Он играет Все хорошо Но петь он не может Голоса нет Нет голоса То есть Ну Я на самом деле Не могу сейчас С профессиональной точки Точки зрения Сказать Насколько это Вот прям На самом деле Так Как вот Это Константин Сказали Я думаю Что Если Человеку Говорить Что Он обезьяна Да В конце концов Превратится в нее Так же и наоборот Да Если обезьяна Будет верить В то что она человек Это не парадоксально Да То возможно Даже в итоге Что-то получится Я просто Почему спросил Я в свое время Интересовался И узнал Что Оказывается Многие выделяют Музыкальный слух Абсолютный И относительный То есть Абсолютный музыкальный слух Это ну Природный дар Да Когда ты Можешь воспроизвести Любую ноту И понять Какой нот Тот или иной звук Просто по памяти И относительный Когда у тебя есть пример Ну вот ты сидишь На гитаре Бринчишь Какую-то струну Дергаешь И пытаешься Под нее Голосом Как-то подвести Подтянуть Вот Я слышал Что абсолютный слух Это действительно редкость А вот относительно Есть почти всех И каждого Ты вот вообще С ребятами занимаешься Да Там же наверняка Есть какой-то прогресс Со временем То есть Они начинают Лучше музыку понимать Быстрее ноты Ловить Как-то воспринимать Голосом Подводить Вот это есть? Да Это естественно Есть Прямо опять же В пример Скажем Вот я себя возьму Я на самом деле Не учился В музыкальной грамоте Скажем так То есть Официально У меня нет Образования музыкального Что в принципе Мне не помешало Развиваться самому Да У меня были Толчки Со стороны Там Педагогов Каких-то Но Я хочу сказать Что Они были Скажем так Непродолжительные И поэтому В основном Мне все Приходилось Постигать самому Вот Есть ребята Да Которые вот В студии занимаются С музыкальным образованием Где Ну В беседе с ними Я понимаю Что Скажем так Было какое-то развитие Уже То есть С ними занимались Там Либо другие педагоги Либо в музыкальных школах Там города Где-то Еще чего-то Но Скажем так Им это постигалось Не самим А вот Как бы давалось Скажем так А вы как человека Проверяете на слух Просите его напить Какой-то мотив Ну Когда Я делаю прослушивание В студии На прием Я прошу Две Два Исполнить два произведения Одну Одну песню Под Как сейчас принято Называть Минус А вторую А капельную То есть Человек без музыки Просто поет Какой-то Отрывок Любого произведения Какое ему нравится Вот ты их Ставишь на самом Прослушивании Или человек может Подготовиться дома Нет Он естественно Подготавливается дома Сообщает Там Руководству Студии Там Мне или кому-то Из моих Ребят Старших Что он готов Прийти Тогда-то Тогда-то Приблизительно Там Можно его послушать Мы назначаем Прослушивание Выводим его В зал И даем Установку о том Что например Вот у тебя сейчас Настоящий концерт Все Что ты сделаешь Сейчас будет оценено Понятно Спасибо Дорогие радиослушатели Телефон прямого эфира 3074 Если у вас есть Интересующие вопросы Звоните И задавайте Мишу Можно не спрашивать Его здесь нету А мы тем временем Перейдем к следующему вопросу Вот Сейчас в России Наверное Во всем остальном мире Точнее сначала Во всем остальном мире Потом это пришло к нам Наблюдается Самый настоящий Бум всевозможных Телевизионных Именно шоу Так или иначе Посвященных Вокальному мастерству Ну вот Голос можно вспомнить Битва хоров Ну фабрика звезд Это из давнего К тому же Что сто лет в обед Оно так или иначе Вот Такое обилие материала Оно может говорить о том Что вот сейчас В России Да и во всем мире В общем наблюдается Определенный бум интереса Вот К именно этому жанру Вокального исполнительства Или это скорее Вот телеэкранный фурор А на местах Как все было Так в общем-то и осталось Ну на самом деле Мое мнение Да По этому поводу Как бы немножко Перед этим Скажем так Отступление На самом деле Большие города Вот Артисты профессиональные Да Они дают нам Скажем так Образец Образец Возможность Что-то там Ну скажем Перенять Там еще что-то Поработать над собой Там где-то Ну то есть Они нам задают Некоторые тенденции Да Такие проекты Как Голос Там Фабрика звезд Я не знаю Там все что угодно Ну наверное да Я думаю что Они Говорят все-таки О неком буме К этому Скажем так Виду Искусства Потому что Ну Я даже не знаю Как сказать Если честно Я просто Раз это пользуется Спросом Среди даже Не профессионалов Просто любителей Просто слушателей То Значит Оно востребовано Почему Нет Ну Вы И студия Вы так или иначе Взаимодействуете С какими-то городскими Исполнителями С людьми из других городов Видно какое-то Вот оживление Оживление видно На самом деле Интерес Вот Когда приезжаешь Например на конкурс Интерес К людям из глубинки Со стороны Вот жюри Там например Заслуженных артистов Там каких-то Он Виден Вот Потому что Когда Приезжаешь на конкурс И видишь Что там например 20 человек Там москвичей И там 5 человек Там Скажем так Из глубинки Опять же повторюсь Да То москвичи Они как-то Ну Немножко Теряются На фоне интереса То есть Все-таки интересно А как же вот Выступают Просто Из-за чего Я это говорю Потому что Ну общение Все равно Получаешь От звезд Ну вот Скажем так Жюри Звездами Я их назову Они Говорят о том Что вот Ваши номера Более интересно Смотрятся Чем Скажем так Там Из больших городов Потому что Посвежее Они как-то Посвежее Понятно Что ты берешь Себе в репертуары Особенно на конкурс Какую-то песню Такую Чтобы она не была Заезжена Чтобы там Она как-то Смотрелась По-другому Вот Ну не знаю Конечно Я не хочу Там никого обидеть Москвичи Конечно Там Скажем так У них возможности Больше Да У них возможности Больше Как вот Например В прошлом году Мы встречались С одним исполнителем Из Казани Дружим С молодым человеком Значит И Он просто Занимается Не так давно И уровень Его Вот По рассказам По его Манере Вот Исполнения Там Всего что он Показывает Намного выше Чем у нас Вот Естественно Казань И Саров Это Ну Разные вещи Ну Скорее всего Это конечно Больше возможностей Вот Более профессиональные Педагоги Там Скажем так У тебя самого Не было желания Вот прослушаться На одно из этих шоу Вот Прослушаться Просто Чтобы послушать Оценку Самому себе Да Почему бы нет Но Принимать участие В этом Я не знаю Когда меня так спрашивают Я обычно говорю Что На самом деле Мне в Сарове Спокойно Это Такое скажем Мой любимый гир Где меня знают Где Я могу Показать себя Меня Принимают Таким Какой я есть Вот Ну То есть Вот так Нет какого-то там Вот Ажиотажа Чтобы сейчас Я прям Все подготовлю И поеду там В Москву Куда-то там Себя показывать Нет Мне здесь Спокойно А ты на каком Самом Масштабном Мероприятии Вообще выступал Выступал на дне Нижнего Новгорода Было это Не ошибусь По-моему Два года назад Нас приглашала Нижегородская сторона Они объявляли Конкурсы Вот я ездил Выступать там И как бы Призом было то Что вот Ты выступишь на большой сцене Очень большое количество людей В Сарове Это День молодежи Если память не изменяет Наверное Где-то Порядка 15 тысяч человек Собирается обычно На озере протяжном То есть Это очень большая публика Которая Ну скажем Молодежь Она и понимает Тебя по-другому Чем Взрослый контингент Ну в зависимости Конечно там От Песни А вообще Сильно отличается Вот выступление Там допустим Перед Небольшим замом В 100 человек И перед Аудиторией там В 10 тысяч человек Пускай даже ты не главный исполнитель дня Ну нет Ну конечно Во-первых Это волнение Оно прежде всего Да Перед 10 тысячами человек Ты будешь волноваться Во-первых Намного больше Но с другой стороны Сколько бы Человек не было В зале В моем понимании Ты должен отработать Тот материал Который ты Ну хочешь донести Иначе Смысл твоего Вообще Выход на сцену Зачем ты выходишь Для того Чтобы здесь Ты выступишь А ну Пускай так А перед 10 тысячами человек Ты себя будешь показывать Нет уж Если ты вышел Отрабатывай Спасибо А ты вот не знаешь Ну вот мы сейчас привели Пример вот всех этих шоу Они конечно вообще федеральные А у нас вообще в городе Хотя бы Какие-то попытки Сделать нечто подобное Куда может прийти Любой человек Просто заявиться И выступить Они предпринимаются Мы еще поговорим сегодня Об определенных конкурсах Которые у нас в городе будут Вот я сейчас хотел Именно поговорить О таких более простых Ну на самом деле Прийти показать свой талант Вот я такой Если честно Я не знаю У нас по-моему Были какие-то Какой-то проект Год-два назад Вот Насколько мне вот известно Я могу ошибаться Конечно Затих Там ребята могли себя Как-то проявить Но Не знаю Я таких По крайней мере В мероприятиях В нашем городе Спасибо Дорогие радиослушатели Телефон прямого эфира 307-4 Звоните Задавайте интересующие вас вопросы А мы тем временем Прервемся на еще Одну небольшую музыкальную паузу Стас Что будем слушать в этот раз Старая песня Всем известная Выпьем за любовь Дорогие друзья Выпьем за любовь Субтитры подогнал «Симон» Пусть прошлое раскрошится Волною опричат Мы вспомним все хорошее Забудем про печаль Умчалась юность бедная За даль туманных звезд И за любовь Последнюю я Поднимаю тум Выпьем за любовь Как блестят сейчас Твои глаза Выпьем за любовь Пусть дожит Кустальная слеза Выпьем за любовь И уже не надо Лишних слов Выпьем за любовь Пусть родная Выпьем за любовь Прости меня за все цветы Что за собой Что за собой сжигал Но мы построили с тобой Последний хрупкий мост За возвращение любви Я поднимаю тум Выпьем за любовь Выпьем за любовь Как блестят сейчас Твои глаза Выпьем за любовь Пусть дожит Кустальная слеза Выпьем за любовь И уже не надо Лишних слов Выпьем за любовь Родная Выпьем за любовь Субтитры создавал DimaTorzok Выпьем за любовь Выпьем за любовь Как блестят сейчас Твои глаза Выпьем за любовь Пусть дожит Кустальная слеза Выпьем за любовь И уже не надо Лишних слов Выпьем за любовь Родная Выпьем за любовь Выпьем за любовь Родная Выпьем за любовь Выпьем за любовь Родная Выпьем за любовь Гость в студии Уважаемые радиослушатели, мы снова с вами Я напоминаю, что сегодня в гостях у радио Говорит Саров, руководитель вокально-эстрадной Студии «Новое время» Станислав Сорокин Телефон прямого эфира 3-107-4 Если у вас есть интересующие вопросы Вы можете задать, набрав телефон 3-107-4 Станислав, вот мы вначале послушали песню «Прощай», сейчас прослушали песню «Выпьем за любовь» А вообще вот расскажи, как ты подходишь К выбору репертуара своего, своей студии Песни на каком языке, может быть, преимущественно Исполняешь? На самом деле, что говорить про меня Не знаю Я руководствуюсь тем, что Скажем так Интересно будет слушателю И Скажем так, может быть, востребовано Что ли Потому что, ну, исполнять Скажем так, малоизвестные песни Не то, что неинтересно Как бы это Кстати, интересный вопрос Я сейчас тоже так о нем задумался Ну, не знаю Когда ты слышишь знакомую песню Люди могут тебе там подпевать Я не знаю, например Что часто очень бывает на концертах Особенно взрослые, да Они подпевают Там, ретро-шлягера, например Какие-то там То есть А если брать репертуар студии То ребята Исключительно сами Занимаются подбором песен То есть я единственное Им Они приносят там список, например Там Такая-то, такая-то, такая-то Я говорю Да, вот это вот неплохая Но мне кажется Немножко пока не по силам Мы ее сделаем Но сделаем чуть позже Вот Я никогда не говорю им Ребят, мы вот эту песню Брать не будем Нет Она исключена Там все Нет Мы ее возьмем Мы сделаем Но только тогда Когда она будет по силам Вот Потому что Скажем Не исполнение А Взять какую-то песню И сделать ее Это все равно Ну скажем так И опыт Это и Там какая-то другая возможность Я не знаю Там Да все что угодно Может быть Начиная вот Отталкиваясь Скажем так От опытности Потому что Разные произведения Это разный опыт Для исполнителя Мне просто кажется Может быть ошибочно Что на исполнителя Таких Ну может быть Из небольших городов У них накладываются Определенные ограничения То есть Человек же Он идет Как правило Не на выступающего А на то Чтобы послушать Определенные песни Позволить себе Экспериментировать Выдавать какие-то вещи Неизвестные Может позволить Уже такой Зарекомендовавший Себе исполнитель Который собирает Там Или стадионы Или там Очень большие залы А если ты Ну Средней известности Человека Ты выйдешь И начнешь петь А бычего Народ просто потом Не придет Тушит И его не знает Да А вообще Вот Исполняешь песни На зарубежных языках Ну на английском Конечно На самом деле Совсем недавно Взял себе В практику Исполнять Английские Скажем Ну скажем так Английские песни Англоязычные Да Англоязычные Буквально Не так много У меня их В репертуаре Но Сейчас нарабатываю Более уже Скажем так Обзовываю Профессиональный Репертуар Да То есть Серьезные вещи Стараюсь уже Брать в репертуар Заниматься Посерьезней Вот То есть Понятно что Там Восьмидесятые Там Какая-то Какие-то песни О любви Там несложные Да Это все красиво Но Вопрос в итоге Встает так А ты можешь Вообще еще что-то И тут уже вопрос Даже не со стороны Зрителя Хотя они тоже Скажем так Как задают Эти вопросы А со стороны Уже самого Себя Типа там Друг А ты Вообще Сможешь ли Проверь себя Вот И ты берешь Что-то там Потяжелее Ну вот А тяжело вообще Переходить С исполнения Вот Наших отечественных Песен на иностранные Там все-таки У языков Меладика разная Произношение Может быть Каких-то звуков Да Я согласен Что Произношение Разное Немножко Конечно Англоязычные Песни Они Да в принципе Любого другого Языка Они В своем Характере Исполняются Да Вот Я могу быть Сейчас конечно Не прав Извиняюсь Там перед Радиослушателями Которые Профессионально Этим занимаются Да Но Скажем так Вот Англоязычные Песни На мой взгляд Там больше уклон Скажем так На джазовое Исполнение Что ли То есть Все равно Техника Другая И Манера исполнения Другая То есть И не все вещи Ты можешь взять То есть Вот Нравится тебе Сейчас песня Ты в принципе Дотягиваешь ее Но она не подходит тебе Потому что у тебя нет Вот этого Изюминки Этой Американской В голосе Вот И ты уже не можешь А произношение Да Произношение Совершенно Разное В том числе Я не скрываю Что да У меня тоже Бывают Проблемы С этим С произношением Я пытаюсь Общаться С людьми Ну скажем так Педагогами Английского языка Например Для того Чтобы Ну какие-то там Песни брать И дорабатывать Их Чтобы они звучали Все-таки Качественно Конечно Скажи А вокалист Это всегда исполнитель Который поет Песни Уже специально написанные Для него Просто их вот Отрабатывает Или Есть вокалисты Которые сами Для себя пишут Песни Вот у вас Есть такие Примеры Ну на самом деле Чуть По-другому Скажу Есть авторы Замечательных Песен Отличный Текст Все хорошо Но по крайней мере Вот в городе Ну тяжело Найти Человека Хорошо Занимающегося Аранжировками Написанием Там Песен В смысле Музыки Написанием Там каких-то Я не знаю К твоему произведению Там Сопровождений Каких-то Там Да Ну Не знаю На мой взгляд Я могу Нет Я не знаю Может я сейчас ошибаюсь Такие люди в городе есть Но мне они неизвестны Честно скажу Поэтому Я знаю Многих людей Которые Там Ездят записываться В Нижний Новгород Там И Платят деньги Огромные За Создание Там Вот Музыки Скажем так Минусов Минусов Да Минуса Это что такое? Минуса Это Музыка без голоса Скажем так Ну простым языком Вот ты еще сказал Что знаешь Много людей Которые ездят записываться А вообще Саров Можно назвать Музыкальным городом? Ну Я уверен Что его можно таким назвать Потому что Даже Открываешь интернет Ты видишь Сколько Талантливых ребят Особенно Юных Маленьких Молодых Я не знаю До 18 лет Которые Ездят на конкурсы Побеждают Занимают Всевозможные места Особенно Музыкальная школа Балакирева По-моему Я же Прямо Молодежным языком Скажу Рвут вообще всех Ну Это Мне кажется Что это достижение Все-таки Почему Головокружительную карьеру Начинал Именно так Расскажи Как вообще В вашей студии Может быть Ты лично Осваивайтесь В интернете Потому что Это же все-таки Универсальная Там гораздо легче Передавать материалы Людям Которым Они интересны Ну На самом деле Да Я вот Свои записи Выкладываю В интернет Качественные Некачественные Неважно Я стараюсь Выложить Ну конечно Скажем так Совсем позор Потому что Не будешь Не будешь Выкладывать Но Тем не менее А что касается Там Миллионы просмотров Ну Я если честно Не знаю Ну Ксарова конечно Это не применительно Нет Почему Бывает такое Что Там Несколько лет назад Группа Квест Пистолс Услышала Молодого человека Если не ошибаюсь Там Что-то у него По состоянию здоровья Было Его пригласили Его там Песню взяли Ее немножко По другому Там Переделали Почему нет Все возможно Вообще Я думаю Что Чем Больше шоу Ты Показываешь И способен Вообще сделать Не только на сцене Но и скажем так В своем ролике Это Больше Привлекает Внимание Чем Ты просто Взял гитарку Что-то там Спел И Не знаю Как-то это скучно Наверное было бы Скажи А вот человек Наш эфир Слушает Он заинтересовался То есть он услышал Две твоих песни Ему хочется еще Где он может найти В сети Композиции Которые были спеты Тобой У нас У нас есть сайт Нашей студии Новое время Точка Юкос Точка Ру Там все это Есть Можно И спросить Можно и найти Можно Я нахожу Есть в социальных сетях Можно Выйти на мою страничку Я могу Поделиться Скажем так Если это интересно Проблем с этим нет Нет Станислав Такой вопрос Насколько я знаю Вокальная Эстрадная Студия Новое время Она работает Под гидой Департамента Культуры и искусства Нашего города Нет Она работает Под гидой Департамента Молодежи и спорта А Департамент По делам Молодежи и спорта Да Расскажи А как вообще У нас В городе устроена Поддержка Таких начинаний Как ваш Именно со стороны Властей Может быть Чего-то не хватает Что-то может быть Очень хорошо У нас поставлено На самом деле Помощь Департамента Молодежи и спорта Для нашей студии Для меня В частности Она неоценима Работают Компетентные люди Которые Помогают И там Как-то Скажем так Материально И финансово И скажем Слово могут Поддержать То есть Направить Куда нужно Если что-то Требуется Да То есть Они Даже за Рамками Своей компетенции Иногда Помогают То есть Ну помощь от них Неоценима Это вот Наверное Главное слово Я так понимаю Помещение Вам выделяется Да Помещение Вот помещение Нам выделяет Молодежный центр Это Подведомственное Учреждение Департамент Молодежи Спорта Тоже Хочу Кстати Воспользуюсь Этим случаем Скажу Им спасибо За помещение За возможность Заниматься На базе Выступать На их площадке Работать С людьми Которые Скажем так Там И преподают И помогают То есть Им тоже Огромное спасибо А вот скажи Заниматься У нас в городе Можно Это мы только что С тобой выяснили А вот как ты можешь Профессионально записаться Профессионально записаться Ну чтобы Сидел адекватный Звукорежиссер Который смог Потом все это Свести воедино И записывался На хорошую технику Есть такая возможность В принципе Как таковая Она есть Но есть Скажем так Звукооператоры Которые Неплохую сумму За это делают То есть Если ты записываешь Там Скажем так Целый альбом Я так уж Ну Там 15 песен Да даже 10 Это неплохо Ударит по карману И Ну не знаю Ну вот смотри Ты говорил Что многие люди Они ездят Нижний Новгород записываться Они ездят Потому что считают Что там Лучше люди Своё дело делают Или потому что Действительно Может быть по ценам Примерно одно и то же А выбор действительно Там больше Ну вот Насколько я знаю Ребят Которые записываются В Нижнем дешевле Вот Если Ну качественно Там делают Более качественно И дешевле Наши тоже умеют делать Ну не знаю По мнению специалистов Вот когда куда-то едешь Там Прослушиваешь Ну есть замечания Неточности Какие-то Парадоксальная ситуация В Сарайе Я согласен Чем в Нижнем Новгороде Да Что ж Теперь такой вопрос Перед этим напомню Дорогие друзья Телефон прямого эфира 3-107-4 Если у вас есть Интересующие вопросы Звоните Задавайте Обязательно послушаем Станислав Обязательно на них ответит Вот Одно из самых главных Претензий К отечественным исполнителям Ну По крайней мере Она Очень долгое время Таковое было Это может быть Нежелание Или неготовность Исполнять что-то вживую То есть Петь под фонограмму Вот расскажи пожалуйста Справедливо Для такие претензии Сейчас И Как внутри вообще Самого сообщества Профессиональных Мухолистов Относится к использованию Записанных дорожек Ну Я на самом деле Не знаю Как Насчет профессиональной Точки зрения Да Я хочу сказать Что по нашему Сарову Исполнителей Проблема Всего этого Очень проста Многие Может быть Я сейчас там Всех предам Но на самом деле Многие артисты Городские Используют фонограммы Объясню почему Все это гораздо проще Это не из-за того Что мы там Не хотим петь Мы четко знаем текст Мы четко знаем музыку Но Бывает такое Что Как ты говорил До этого Неадекватный звукооператор Там Звукорежиссер Там Неадекватные условия Ну как Неадекватные Ты же не пойдешь В 20 градусный мороз Как например Тут В районе Нового года Было Ты же не пойдешь На сцену Там В мороз Петь Просто Это потом Чревато Очень большими Последствиями Болезнями И всем остальным Даже не столько Там Скажем так Простудиться А Серьезными Осложнениями На связке И всем остальным То есть У нас нет Таких врачей В городе Которые Могут работать С тобой В плане Там Голоса Связок То есть Это уже Лечение дорогостоящее Будет То есть Фонограмма Все-таки Используется Но она Используется Не из-за Какого-то Нажелания Или ления И вот Возможности Сейчас есть Я хочу Сказать Горожанам Что Ну Не судите Строго Вот так Вот Вокалистов Это не из-за Того Что они Не знают Слова Из-за того Только от нас Это Предшествует Скажем так Явление Как погода Непрофессиональные Люди А такие К сожалению В нашем городе Есть То есть Вот Расскажи Пожалуйста Вот я знаю Что ты Выступал В том числе Во время Адской жары 2010 года Да Вот каково было Вживую Тогда выступать На самом деле В жаркие Условия Ну Скажем так На сцене Скажем так Полупрофессиональной Что ли Сцены Потому что Профессиональной Наши сцены Не назовешь Выступать Всегда тяжело Несмотря На открытом ли Это воздухе На самой Или сцене В помещении Потому что Чаще всего Артисты Подсвечивают А подсвечивают Чем Прожекторами Всякими Возможными Софитами Да Они очень Жестко Бьют Теплом И Ты Скажем так Весь мокрый Носишься По сцене То есть Это очень Проблематично А тем более Когда все это Вместе Да еще И в жару На Где-то Открытом воздухе Это Очень тяжело То есть То что мы все Чувствовали Летом 2010 Профессиональный Исполнитель Чувствует Каждый раз Выступая на сцене Да Там та же Самая жара Духота Перехватывает Дыхание А в зале Может быть Абсолютно Бывают даже Такие моменты Что ты Останавливаешься И скажем так Не можешь Дальше петь То есть Пересыхает Резкий Такой Толчок Скажем так Я его зову В голосе Когда ты Не можешь Дальше Продолжить петь Буквально Секунду Две Потому что Очень тяжело Спасибо Ну что ж Дорогие друзья Время нашего эфира Почти подошло К концу Мы успеем Еще поговорить Об одной теме А именно Конкурсе Ритмы сердца 2013 Мы уже Об нем объявляли Осталось Насколько я знаю Для него Два месяца Ну да Санислав Расскажи Пожалуйста Немного Ты ведь Инициатор Один из Инициаторов Да Несколько лет назад Три года Студия Защитила проект Ритмы сердца На форуме Время выбрал Нас Который Организовывал Департамент Молодежи и спорта И мы вот Уже третий год Его пытаемся провести То есть Два года Он был реализован Успешно И в этом году Опять Мы его проводим В этом году Он состоится С 12 По 14 Июля На базе Молодежного центра Как и сам Конкурс Так и Галоконцерт Конкурс пройдет В три дня Есть Значит Возрастные категории От 15 Там скажем До 21 От 22 До 29 И от 30 Старше То есть в принципе Практически любой желающий Может принять участие Значит Все это проходит В эстрадном вокале В направлении Эстрадного вокала В жюри Профессионалы Наш Нашего города И не только Это и заслуженный работник культуры Павлова Марина Николаевна Алла Круглова Владислав Биткина С ВИКС Дворец культуры ВИКС Олег Костин Будет выступать Как независимый Эксперт Значит И нануждена Вот Возможно Даже мы Еще кого-нибудь Привлечем Почему бы и нет Вот Заявки принимаются Принимаются Непосредственно Департаменте Молодежи и спорта На сайте Новое время .yukos.ru Если кто-то знает Можно даже И до меня Дозвониться Мероприятие Скажем так Платное Это Небольшой Организационный Взнос Который Мы Закупаем Призы Скажем так И в конце Я так понимаю Всех ждет Гала-концерт Да Гала-концерт Куда можно будет Прийти и послушать Да Очень много Участников будет Казань Держинск ВИКС Наши саровские Исполнители Мы отберем Самых лучших И они представят Программу Ну что ж Дорогие друзья Время нашего эфира Подошло к концу Спасибо Что были с нами Сегодня У нас в гостях Был руководитель Вокальной эстрадной студии Новое время Станислав Евгеньевич Сорокин А специально Для самых терпеливых Кто не переключился И прямо сейчас Слушает нас Мы приготовили Один небольшой Но очень приятный сюрприз В прямом эфире Вживую Станислав Сорокин Исполняет Легендарный хит Леонардо Коэна Аллилуйя Исполняет Исполняет Аллилуйя 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok